КОСТА РИКА Появилась конкуренция, рынок начал меняться, возникли проблемы с одним из партнеров, и мы как бы потеряли фокус. И внезапно все то, о чем я мечтала, и что дало бы мне финансовую уверенность, о которой я мечтала, начало сходить на нет. И в тот момент я начала злиться, и мне нужно было выпустить злость. Я начала свой второй бизнес, в котором сейчас все великолепно. Иногда дело не в новом бизнесе, а в том, что он дает радость от того, что он новый, новую энергию, новый фокус. И этот бизнес растет, а первый страдает. Когда? Когда нужно сказать все? Стоп. Да, хороший вопрос. Ответь на него. Я не знаю. Вы видели, кто почувствовал ее ответ? Что ты чувствовал, когда ты прикоснулась к груди со слезами на глазах? Слезы возникают от иллюзии утраты. Откуда я сказал, возникают страдания? А она сейчас страдает. У нее есть убеждение об утрате, о недостаточности или о невозможности. Я не удовлетворена, что другой бизнес – это мое дитя, и я достигатор, поэтому все должно идти хорошо, иначе я начинаю ощущать неудачу. А для достигаторов неудача – это абсолютное что? Утрата. А ты действительно считаешь, что ты первая, кто так размышляет? Посмотри вокруг себя. Мысли – это не проблема. Они становятся проблемой, когда ты в них веришь. Когда ты веришь, что они тебя ограничивают. У нее есть ограничивающая мысль, в которую она верит. Но если она поставит ее под сомнение, спросит, а действительно ли это так, то она освободится. Есть много способов. Один – это привнести эмоцию другого порядка, подключая сердце. Она думает, что все идет от сердца, потому что в сердце боль. А боль эта возникает от того, куда направлено ее внимание. От того, что она говорит себе и представляет. Если изменить мысль, изменится состояние. Закрой глаза на мгновение. Дыши глубоко. И с тем, как ты фокусируешься на сердце и дышишь через сердце, где внимание, там энергия. Дыши своим сердцем. Открой поток энергии сердца. Утрата всегда в голове. После интервенции я впервые за шесть лет вновь почувствовал умиротворение. Потому что я наконец-то отделила идентичность того, что в моем бизнесе все не столь гладко от Карлы. Да, я бизнес-леди и я творец. И тот факт, что один из бизнесов не прогрессирует, не означает, что я должна чувствовать утрату. И если у меня все хорошо, и я буду работать над собой, я найду уйму решений. Я внутри обладаю всеми ресурсами, чтобы найти решения для этого бизнеса. Или для моего второго бизнеса. Или для любого бизнеса, которым я решу заниматься в будущем. И это было самым ценным, что я получила в ходе этих дней. Тебе нужно найти ту часть себя, которая способна верить, даже несмотря на зачарование. А большинство этого сделать не могут. Поэтому большинство людей никогда не сможет управлять бизнесом, создать организацию. Большинство не добьется успеха. Но вы не большинство. Вы те немногие, кто делает, а не то большинство, что болтает. Осознай это. Овладей этим, прими это и полюби эту часть себя. Потому что она приведет твой бизнес к успеху и вся эта неделя. Именно об этом. Субтитры создавал DimaTorzok